Здравствуйте, в прямом эфире новости в студии Илья Райшев. О главных окружных событиях к этому часу. Прилетели со всем своим на помощь игорским пожарным прибыли десантники из Иркутской области. Югорчан просят прошагать полкилометра. Медики рассказали, из чего состоит диспансеризация после ковида. Ровнее и безопаснее в Югре ремонтируют трассу Сургут-Лентор. Обо всем подробнее прямо сейчас. Сегодня в Ханты-Мансийске закроется комьюнити-форум «Утро». Главная интрига вечера – кто же из участников получит гранты на реализацию своего проекта. Напомню, сегодня распределят средства двух грантов – от Росмолодежи и от Югры. Во втором потоке участники защищали проекты, связанные со здоровым образом жизни, а также социальный и образовательный. Сегодня на форуме работают полномочный представитель президента России ВУРФО Владимир Якушев и губернатор Югры Наталья Комарова. Дмитрий Пришвицин выходит на прямую связь со студией и расскажет нам о последних утренних новостях. Форум «Утро» послужил настоящим социальным лифтом для многих ребят. Это отметил Владимир Якушев, полномочный представитель президента России по УРФО. Сегодня он вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой встретился с делегацией из ЛНР и ДНР. Активисты поделились эмоциями с проходящего форума, а также рассказали о своих проектах. И особое внимание уделили игре «Короли улиц», где одна из содержащих – это квиддич. Во время встречи было показано видео – это привет от участников первой смены форума «Утро», которые поблагодарили Югру за гостеприимство и за то, что благодаря грантовой поддержке в Макеевке они смогут реализовать свои проекты. Стоит отметить, что встречу вел капитан команды КВН «Северяне» Анатолий Березкин, который, кроме всего прочего, поделился участниками встречи успехом на музыкальном голосящем «Кивине». Также спикеры отметили, что в будущем ожидают большее количество участников из Донецкой и Луганской народных республик. И мы вот от таких встреч все соскучились. И сегодня с такой двойной энергией ребята встречаются, обсуждают. Погода прекрасная, место шикарное. Но я сегодня уже об этом говорил, скажу еще раз, что Ханты-Мансинск – это наша маленькая Швейцария. Мы очень досконально подходим к формированию смысловых площадок, для того, чтобы ребятам было интересно, для того, чтобы это было не только просто веселье, но и в том, чтобы обязательно закладывался определенный смысл. Здесь очень важно, на мой взгляд, чтобы эта площадка, вот это общение, эти сообщества, которые были созданы заранее или непосредственно здесь, на этой площадке, были созданы, они взяли все то, что приготовлено было и разложено по кейсам, но и еще свое сондели, и это кому-то понадобилось. Ну а прямо сейчас здесь в Большом Шатре идет встреча уже со всеми участниками форума, где, наверное, подводятся итоги всей этой большой смены, а также даются наставления на будущую работу, которая, безусловно, будет идти уже на домашних, так сказать, территориях. Кроме того, здесь все уже готово к закрытию форума «Утро». Уже прошел саундчек у группы «Зе Хэттерс», которые здесь выступят для форумчан, а также для жителей города. Передаю слово студии. Спасибо, Дмитрий. На прямой связи со студией был Дмитрий Пришвицин. Более 60 лесных пожаров сейчас тушат в Югре. Огнем объята площадь 110 тысяч гектаров. Наши огнеборцы совершают поистине настоящие подвиги в тайге. Паршютисты-десантники авиалисохраны вручную борются с верховым пламенем, стена которого может превышать 20 метров. Делают они это при помощи контролируемого отжига. За день группа из пяти человек прокладывает минерализованную полосу до двух километров. А еще специалисты проводят детальную разведку районов с помощью беспилотников. Сейчас более полутора тысяч человек тушат лесные пожары в Югре. За прошедшие сутки при работе двух вертолетов и двух Би-200 за сутки произведено 58 сливов, 690 тонн воды, отработанной 10,2 километра кромки. В соответствии с планом межрегионального маневрирования в Югре работают 256 человек парашютно-десантной службы. В Югорской тайге работает лесной спецназ из Иркутской области. Накануне в Нягоне приземлился специальный борт с полусотней десантников. Это одна из самых больших команд помощников. К слову, сейчас в Иркутской области установилась дождливая погода. Лес там под защитой осадков. Гостей Югры уже распределили по участкам. Иркутяне привезли с собой все необходимое снаряжение для тушения лесных пожаров. Шанцевые инструменты, попросту лопаты, мотопомпы, бензопилы, зажигательные аппараты и, конечно, ранцевые огнетушители. Сейчас группа приезжих сотрудников авиалесохраны достигла 399 человек. Иркутяне присоединятся к пожарным из Томска, Тюменска, Новосибирска, Свердловской областей, Республики Алтай и Красноярского края. Техника не пройдет по горам, техника не ходит по болотам, тоже она не везде может зайти эффективно. Согласитесь, что сколько пройдет бульдозер, сколько мы пропашем, это большая разница. Но там, где не проходит техника, самое эффективное, это, конечно, ручной труд. Тяжелый, но эффективный. Ваши ребята были у нас, да, именно в Братске были, работали. В принципе, я скажу, что работали хорошо, отлично отработали. Ну, большое спасибо им за это. Ну, а долг подержал, красил. Вот. Поэтому мы приехали к вам помогать. Ну, там как получится. Давайте стараться. В Сургуте иностранец бережно разложил наркотики по карманам и отправился на дело. Но получатели не дождались своего заказа. Наркосбытчика задержали полицейские. При досмотре в куртке и брюках мужчины нашли больше 200 граммов сильнодействующих веществ. Они были расфасованы по мелким сверткам. Еще почти полкило наркотиков были спрятаны надежнее под спортивной кофтой. Полицейские обыскали и квартиру подозреваемого. Здесь стражи порядка обнаружили три банковские карты, две сим-карты, две изоленты, моток ниток, два сотовых телефона. По факту попытки сбыта наркотиков заведено уголовное дело. Подозреваемому грозит тюремный срок от 15 до 20 лет. К другим темам в Югре выросло число заболевших ковидом. На сегодняшний день это 142 подтвержденных случая. Больше всего их антимансийские. Здесь коронавирусной инфекцией заболеют 40 человек. Чуть меньше новых пациентов в Сургуте и Нижневартовске, Бурае, Когалыме, Егорске и Покачах всего по одному случаю. Во всех остальных муниципалитетах число заболевших не превышает 5 человек. Практически все, у кого подтвердили ковид, имеют признаки ОРВИ. У двоих обнаружена пневмония. Добавлю, что за сутки излечились 99 человек. Егорские медики настоятельно рекомендуют переболевшим коронавирусом пройти диспансеризацию. Если не следить за здоровьем, слабости, нарушения дыхательной системы могут перерасти в хронические симптомы. В Нягоне более 2000 пациентов уже прошли диспансеризацию. Первоочередное исследование в списке диагностик для переболевших – спирография. Проверка дыхательной функции. Еще один обязательный тест на вносливость. Он необходим для того, чтобы понять, как человек, переболевший коронавирусом, справляется с физическими нагрузками. Пациенты в течение шести минут шагают для положительного результата. За это время нужно пройти не менее полукилометра. В общей сложности диспансеризация занимает около получаса. Углубленное обследование помогает врачам детально разобраться в постковидном синдроме и быстрее разработать методику реабилитации для тех, кто смог победить болезнь. После того, как переболела ковидом, хочется узнать свое состояние здоровья. Возраст уже, так сказать, критический, будем говорить. Вот поэтому хочется, чтобы еще внуков повоспитывать, пожить подольше. Вот поэтому и заботишься немножко о своем здоровье. Люди, которые переболели ковидом, также могут поехать у нас в санаторий для реабилитации. Туда подлежат люди, которые переболели ковидом с пневмонией. В ЮГРУ возвращается акция «Дети важнее цветов». Это когда вместо многочисленных букетов, которые 1 сентября дарят учителям, инициаторы предлагают обойтись одним большим – от всего класса. А сэкономленные средства перевести на благотворительность. Организатором акции выступает фонд «Благодарю». Его подопечные нуждаются в лечении и постоянной реабилитации. Отмечу, что этой осенью состоится уже шестой подобный сбор. И к нему активнее стали подключаться жители всей ЮГРы. София Минева обожает качели, поэтому часами готова играть на детской площадке. С виду обычная 10-летняя девочка, только ее здоровье – это колоссальный труд врачей и мамы. Через несколько недель после рождения у Софии обнаружили генетическое заболевание. Сейчас она находится под наблюдением сразу нескольких врачей – кардиолога, гастроэнтеролога, невролога, окулиста и диетолога. Сопутствующие заболевания выявляются регулярно. И вот сейчас требуется курс реабилитации. Там ходит логопед, дефектолог, психолог, массаж. Все получается в комплексе на одном месте, чтобы специалисты наблюдали друг друга, смотрели, чтобы один другому дополнял, что нужно подкорректировать. И тут же я помогаю, мне объясняют, как маме. Я уже дома делаю то, что мне специалист говорит. 150 тысяч для Аллы Миниевой сумма большая. Она одна воспитывает дочь, не работает. Поэтому сургутянка обратилась в благотворительный фонд «Благодарю». Здесь ежегодно проводят акцию «Дети важнее цветов». Собирают средства для 10 подопечных. Это дети со всей Югры, которые нуждаются в помощи. Суть акции проста. Можно договориться с учителем, подарить ему от класса один красивый букет вместо множества индивидуальных. Либо по одному цветку от ученика, тем самым собрать для учителя один необычный красивый букет. А сэкономленные средства перевести нуждающимся деткам. Я думаю, мы будем искренне рады и благодарны нашим жителям, если они откликнутся и примут участие в этой акции. Акция «Дети важнее цветов» в Югре проходит в шестой раз. В 2017 году в ней принял участие один сургутский класс. Сейчас присоединились родители других школ. Это Сургут и Сургутский район, а еще Лангипас. За последние годы организаторам удавалось собрать больше миллиона рублей и направить эти средства десятку нуждающихся в помощи детей. Леон Киямва, Юрий Чанцев, телекомпания «Югра», Сургут. В Хантамасийске появился сад дружбы. Его посадили юные соотечественники из разных стран. Напомню, в Югре сейчас гостят 56 подростков из 11 стран. Они приехали в рамках культурно-образовательной поездки «Здравствуй, Россия». Соотечественники побывали на форуме «Утро», приняли участие в фестивале «Дарение», а сегодня посадили 40 рябин. Со временем молодые кусты превратятся в сад дружбы. Дети не только вкопали саженцы, но и полили их водой, которую набрали в месте слияния Аби-Иртыша. Подростки верят, что вода со священного места поможет деревьям прижиться. В Ямбоне, когда мы строили дом, мы тоже поставили там дерево. А про рябину слышал что-нибудь? Рябина. Рябина – это название дерева, которое вы сегодня сажали. Что-нибудь знаешь о рябине? Нет. А до посадки деревьев делегация зарубежной молодежи посетила рыбоводный завод. После экскурсии их ждала ответственная процедура. Подростки выпустили в реку мальков осетра. Ведрами черпали из бассейна воду и с очками ловили из резервуаров рыбу. Затем по трубе отпускали ее в Иртыш. К слову, многие из гостей до этого ничего не знали о ценных породах югорских рыб и процессе ее разведения. Эта акция стала, по сути, международным вкладом в экосистему округа. Раньше, к сожалению, мне не удавалось участвовать в таких мероприятиях. И я даже до этого не бывал на рыбалке, к примеру. Так что нет, до этого мне не приходилось выпускать рыбу. И мне кажется, что мы как люди должны поддерживать или, по крайней мере, компенсировать то, что мы поддерживаем экологический баланс в природе или, по крайней мере, компенсировать наше влияние на нее. Специально для детей из Макеевки, которые проводят лето в Югре, распахнул двери мультимедийный парк в Сургуте «Россия. Моя история». Сейчас он находится на своеобразных каникулах. В учреждении проводят профилактику и готовят две новые большие экспозиции. Причем не исторические, а на тему биологии. «Россия. Моя история» открылся в декабре 2019 года. Из того момента расширял географию своих посетителей. На экскурсии сюда приезжали школьники из Нягани, Урая и Советского района. Теперь настала очередь ребят из ДНР. Сотня человек прилетело на отдых в Сургут благодаря проекту «Лето в Югре». Он реализуется по соглашению о сотрудничестве между правительством региона и администрацией Макеевки. В стенах этого современного музея подростков познакомили с историей России, начиная с Рюриковичей и заканчивая 20-м веком. А еще такая экскурсия – возможность заглянуть в будущее. Известно, что в следующем году в Донецке и Луганске также планируют реализовать проекты мультимедийных парков «Россия. Моя история». Варяги совершали набеги на славянские племена, грабили, облагали их Дани. С юга, с юга, вот ровно тем же самым занимались хазары. Необычно. Вот не было мне тогда в таком месте. Вот. Ну, все довольно современно и хорошо. Было очень замечательно. Мне очень понравилось. Я бы хотела еще сюда вернуться. Это было такое удовольствие, которое не передать словами. Для ребят из Макеевки стартовала вторая смена отдыха в Югре. 150 человек оздоровятся в двух загородных лагерях – «Юбилейный» и «Окуневский зори». Дети познакомятся с природой нашего края, зарядятся позитивными эмоциями. Ребят ждет насыщенная программа с интересными и полезными развлечениями, мастер-классами и экскурсиями. Добавлю, отправка юных макеевчан на отдых и оздоровление – один из пунктов соглашения о сотрудничестве, подписанного в конце мая губернатором Югры Натальей Комаровой и главой администрации Макеевки Владиславом Ключаровым. За качеством следят регулярно. Ход строительства трассы «Сургут-Лентор» проверила комиссия. Заказчик убедился, что работы ведутся по графику. Даже с небольшим опережением. А лаборанты взяли пробы на анализ дорожного полотна. К слову, эта процедура регулярная. Ее проводят на протяжении каждых 300 метров. Напомню, эта дорога в Сургутском районе – одна из самых востребованных. Но покрытие не соответствовало требованиям. Поэтому было принято решение о реконструкции. К работам строители приступили еще прошлой осенью. Завершаться в следующем году. Электронная лыжа работает с датчиками, с тремя. Но в данный момент она сейчас не нужна пока. Перегружатель, вейлер. Убирать сегредацию асфальтобетонной смеси. Перемешивает более крупные камни, превращая в однородную смесь. Это новейшая техника для строительства дорог. Машина под температурой 170 градусов укладывает асфальтобетон. Такой нагрев позволяет оставить в уплотненной щебеночно-мастичной смеси меньше пустот. Строители только следят за работой техники. Разворачивают при необходимости. Вот сейчас асфальтобетончик идет ровно. А когда уширение, приходится его подниматься, опять заезжать. Мы не можем за раз его забрать. Поэтому приходится бегать туда-сюда. Два раза. Два-три раза. Качество покрытия проверяют специалисты регулярно. Лаборанты берут пробы через каждые 300 метров. Забирают для исследований на предмет воздушных пустот. Если не соответствуют, то тогда покрытие бракуется. И в дальнейшем вырезается. И снова процесс укладки, уплотнения повторяется. Но вы знаете, вообще в настоящее время у нас отработана вся рецептура на асфальтобетон. И по крайней мере мы сейчас от трех до четырех пустот уже идем по этой дороге. Это нормально. Дорога из Сургута в Лентур считается одной из самых аварийно опасных и загруженных в этой стране Сургутского района. Крупные дачные кооперативы, поселения и нефтяные предприятия. Раньше эта трасса была двухполосной. Сейчас строители расширяют проезжую часть до четырех. Вообще первые три километра из 12 реконструируемых станут автомагистралью первой категории с освещением и разделительными бетонными блоками. В состав объекта входит примерно 170 тысяч квадратных метров нового покрытия. Получается мост, мостовой переход, состоящий из двух рядом стоящих мостов для каждого направления. В составе работ будет переустройство коммуникаций, обустройство переустройства 17 единиц, переустройство двух ВЛ, будет две водопропускные трубы сделаны, освещение, порядка 400 топор освещения на первой категории. Реконструкция объекта началась еще в прошлом году. По национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Из регионального бюджета на трассу выделили почти 2,5 миллиарда рублей. Работы ведутся по графику. Вести в эксплуатацию дорогу планируется в следующем году. Леана Киянова, Юрий Чанцев, телекомпания «Югра», Сургут. В Нижневартовске на финальный этап вышло строительство улицы Московкина. Подрядная организация приступила к укладке асфальта. Участок длиной около 600 метров начали строить еще в 2021 году по поручению губернатора Югры. В прошлом году там проложили ливневую канализацию, призванную решить одну из главных проблем новостроек – затопленные дороги, а также выполнили основные подготовительные работы. В этом году установили опор освещения, обустроили бордюры из гранита, проложили тротуары и велодорожки. И уложили нижний слой асфальта, образцы которого уже взяли для проверки, по результатам которой и будет продолжено асфальтирование. Ввести в эксплуатацию этот столь долгожданный для жителей объект планируют до конца сентября. И так как строительство идет по контракту жизненного цикла, содержать дорогу подрядчик будет до 2030 года. У нас есть, да, также самоустановленный период, гарантийный период, который составляет 5 лет, да, там, если какие-то там, ну, будут выявлены недостатки в ходе эксплуатации. Ну, а также, да, в рамках ремонта они ее содержат уже. То есть они сами заинтересованы сделать как можно качественной для того, чтобы, скажем так, снизить издержки уже на этапе содержания. О других новостях, которые обсуждают в интернете, в нашей постоянной рубрике Югро онлайн. В Сургутской школе номер 9. Откроют сразу 30 первых классов. Учебное заведение – рекордсмен по этому показателю. Всего в Сургуте 1 сентября впервые сядут за парты более 6,5 тысяч детей. Это около 260 первых классов. Все они будут учиться в первую смену. Однако окончательно коллективы еще не укомплектованы. Образовательные учреждения готовы принять учеников, чьи семьи переезжают в Сургут. Спортивные югорчане могут получить классные подарки. Для этого нужно принять участие в онлайн-марафоне, выполнить упражнения. Всего их будет четыре. Снять весь процесс на видео и публиковать в соцсетях с хэштегом «Марафон Югра онлайн». Тот, кто выполнит большую часть упражнений и выложит ролик раньше всех, получит сертификат в спортивный магазин. Остальные – активные участники мерчи и термокружки. Итоги организаторы подведут в конце августа. Команда КВН «Ровеньки» выиграли Кубок Утро накануне в Хантамантийске. Шесть команд высшей легии Международного союза КВН вышли на сцену КТЦ «Югра Классик». Юмористы соревновались в одном конкурсе «Визитка», по итогам которого лучшей стала команда «Ровеньки», представляющая Орловский государственный университет. Эта команда, к слову, выиграла на днях большого кивина «Золото». На музыкальном фестивале «Голосящий Кивин», что проходил в Светлогорске. Кроме того, команды сыграли в разминку с залом, где вопросы задавали участники форума «Утро». Также порадовали зрителей своей находчивостью команды «Росы», «Доктор Хаус», «Имени меня», сборная Пермского края, а также «Северяне». К слову, югорчане также отметились на голосящем кивине, взяв малую птицу в темном. Кошечка говорит мяу, собачка говорит гав, а наш следующий участник говорит шокрещеный. Встречайте, охранник нашего ДК со своим шоу «Укращение сканворда». Мы, по-моему, выжгли этот зал, отдали остатки своей энергии. И получили взамен. Это очень приятно, когда ты получаешь обратную связь. Это непередаваемые эмоции. Утренний кубок-то вот он какой все-таки? Слушайте, он, наверное, будет с шампанским. А значит, немного вкусным. Хоккеисты Югры выступят на предсезонном турнире в Альметьевске. Традиционно в соревнованиях нефтяных городов, кроме Югры, сыграют Нижнекамский Торос, Тюменский Рубин, а также хозяева льда «Нефтяник». Завтра подопечные Эдуарда Зынковца выйдут на лед против Тороса. Встреча начнется в 14 часов. Посмотреть игру в прямом эфире можно через интернет-ресурсы. После турнира команда вернется в Хантамансис, где проведет второй тренировочный сбор. К этому часу это все новости от моих коллег. С вами был Илья Райшев. Всего доброго.